Звукоизоляция Скорее всего, нет. Но как нам защититься от назойливых шумов? Делать стены все толще и толще? Едва ли. Чтобы добиться ощутимого улучшения, в массивных стенах для этого пришлось бы удвоить вес стены. Методом сухого строительства это сделать гораздо проще и без необходимости делать стены толще. Например, если использовать плиту с высокими звукоизоляционными характеристиками, а при использовании конструкции из нескольких слоев, звукоизоляция становится еще лучше. Чтобы усилить звукоизоляцию, важно понимать, как распространяется звук. Звук распространяется всегда в форме волн. Мы различаем распространение звука по воздуху и в твердом теле. В воздухе звук распространяется по прямой. Это выглядит примерно так. Но что происходит, когда звук распространяется не по воздуху, а через твердое тело? Например, вдоль пола, по которому я иду. В этом случае звук распространяется, скорее всего, вот так. Представьте себе, что под вами некий музыкальный фанат заставляет перекрытие вибрировать при помощи громкой музыки. Тогда вы будете рады, что пружинный слой между помещениями позаботится о том, чтобы из этого до вас дошло лишь немного. Включу-ка я здесь музыку. Вы можете видеть, как работает нормальное однослойное перекрытие. Оно передает звук дальше вверх. Эту неприятную передачу звука дальше мы и хотим предотвратить. Я сделаю это следующим образом. Я предприму самую быструю меру по оптимизации звукоизоляции в истории строительства, установив сюда подвесной потолок. Таким образом, из однослойного потолка у нас получилась двухслойная система. Я снова включаю музыку. И вы видите ничего. Можно видеть, что никакой реакции песка на музыку нет. А здесь мы можем видеть, как устроена двухслойная строительная конструкция. Представим, что моя рука — это перекрытие. Первая масса двухслойной системы. Пружина — это подвесы. А гипсокартонный лист внизу — это подвесной потолок. Вторая масса. Теперь представим, что звуковые волны попадают на первый слой, мою руку. Она начинает колебаться, но пружина гасит эти колебания. И вы видите, вторая плита почти не двигается. Масса, пружина, масса. Означает таким образом, что вторая плита практически не испытывает звуковых нагрузок. Соответственно, уровень звукоизоляции двухслойной конструкции высок. Из этого следует, что избыточной толщины перекрытия для хорошей звукоизоляции не требуется. Конструкция масса, пружина, масса являются решающей. Например, стены сухого строительства являются такими двухслойными строительными конструкциями. Плиты — это масса, профили и минеральная плита между ними — пружина. Так как обе части конструкции, то есть обе плиты акустически разделены между собой пружиной, эти стены так прекрасно подходят для звукоизоляции. Теперь давайте посмотрим, как выглядит воздействие звука в виде поперечных волн в твердом теле. Вы можете видеть, как волны распространяются вдоль пола, и в худшем варианте приводят в колебания все граничные конструкции, такие как стены и перекрытие помещения подо мной. И так звук переносится во все соседние помещения. Позвольте мне продемонстрировать пример, в котором показывается именно эта ситуация — соседних помещений, испытывающих воздействие звука. Здесь вы видите два находящиеся друг рядом с другом помещения. Представьте себе, по соседству сидит пианист и играет на своем рояле. Звук доходит до вас по тому же пути, что и эти домино. Он распространяется напрямую по воздуху по направлению к стене, приводит стену в колебания, а она преобразует энергию колебаний снова в воздушный шум. Вот так. В зависимости от того, какая конструкция у стены, она имеет тот или иной коэффициент звукоизоляции. Это зависит с одной стороны от того, представляет ли она собой однослойную или двухслойную систему, с другой стороны — от качества гипсокартонного листа. Но может вам сейчас хочется тишины? Тогда мы позаботимся о лучшей звукоизоляции, используя более эффективную стену. Теперь пианист может от души ударить по клавишам. Но к вам из этого много не придет. И хорошо. Звук распространяется не только напрямую, но он может также идти в обход. По флангам, то есть через боковые стены, пол и потолок помещения. Звук таким образом распространяется по боковым стенам. И тем не менее он доходит до ваших ушей. В этой модели даже через два фланга. Хорошо то, что и для этой проблемы есть строительное решение. Что я только что сделал? Я установил в стену шов. Результат. Звук остановлен и на флангах. Возможности внедрить звукоизоляцию в сухом строительстве многогранны. Что будет иметь наибольшее влияние, зависит от помещения и самого здания. Но принципы всегда одни и те же. И сейчас, когда вы их знаете, звукоизоляция будет у вас в руках. Строить осознанно — это применять принципы правильной звукоизоляции.